здравствуйте друзья многие подписаны на мой канал потому что им интересна столярная тематика но бывают случаи когда на какую-то работу элементарно не хватает терпения инструмента и навыков для меня это резьба по дереву когда-то школьные годы я прекрасно управлялся богородским ножом и парой стамесок но за 30 с лишним лет практически полностью растерял навыки и в этом проекте часть работ мне пришлось переложить на станок с чпу многих к станкам с чпу предвзятое отношение да что там скрывать раньше я относился к этой теме не серьезно но все-таки год назад я обзавелся станком изначально я рассчитывал что станок будет заниматься рутиной которую руками просто не хочется делать однако как говорится аппетит приходит во время еды и станку нашлась масса работы во-первых станок высвободил мне массу времени для занятия творчеством и также я возложил на него все работы которые вручную делать нерационально долго летом этого года мы с андреем шайтером и максимом егоровым были на плато путарана поездка была незабываемой мне до сих пор снится та дикая нетронутая природа многие из вас уже смотрели видео о моем путешествие но для тех кто не видел ссылку я приведу в описании поездку нам организовал александр лист у него на ютубе есть свой канал о путешествиях но для меня было новости узнать что у него есть и второй канал кулинарный и в качестве благодарности я решил сделать александру подарок это будет разделочная доска из ясеня одна сторона будет рабочая плоская а вторая декоративная для подачи разделочную доску нельзя делать из цельной доски потому что ее непременно выгнет поэтому в первую очередь нужно сделать мебельный щит в прошлом году я напилил ясеня из кругляка и посушил доски в сушилке flexi heat толщина доски 55 миллиметров сделать щит из доски предельно просто доска фугуется рейсмусуется напиливается лапшу и заново склеивается с переворотом делянок и если длина детали небольшая то можно обойтись даже без фуганка одним только рейсмусом доски у меня очень сильно покоробленные и если их строгать как есть то большая часть материала уйдет в стружки доска всегда имеет максимальный изгиб по центральной линии а вот две отдельно взятые боковые пласти практически плоские поэтому доску нужно сначала распилить вдоль пополам после уже можно переходить на фуганок рейсмус и циркулярную пилу мне нужно получить щит толщиной 40 миллиметров поэтому все доски нужно попилить на лапшу ширина которой будет чуть чуть больше чем толщина будущего щита для экономии материала уже откалиброванные доски можно склеить между собой чем шире щит тем меньше будет обрезков широкие доски я буду сразу прогонять в рейсмусе ну как вы помните любой рейсмус оставляет ступеньку в начале и в конце заготовки после напиливания и переклейки лапши в этих местах образуется явно заметный очень толстый клеевой шов ступенька образуется по двум причинам которые я уже не раз объяснял она может быть микроскопическая и совершенно незаметная но она все равно есть обычно заготовки делаются с большим запасом чтобы потом спилить эту самую ступеньку но у меня количество материала ограничено чтобы полностью избавиться от ступеньки есть один неплохой способ с одного из другого края к щиту я приклеиваю небольшие рейки их задача приподнять ролики автоподачи до того как подвал зайдет основной материал и соответственно все ступеньки останутся на этих рейках ну а теперь можно смело калибровать доски причем для склейки щита не обязательно чтобы все доски были одинаковой толщины после калибрования в рейсмусе дополнительные бруски нужно убрать на циркулярки я уставляю ширину реза 42 миллиметра и начинаю напиливать делянки напеленные бруски я поворачиваю на 90 градусов чтобы строганные стороны были смежными при склейке щита есть одно основное правило направление годичных колец должно быть как можно более хаотичным это предотвратит корабление щита в целом желательно конечно насколько возможно подгонять и текстуру в смежных делянках теперь делянки можно склеить щит при помощи трубных струбцин ваймы конечно более предпочтительные но стыдно сказать у меня их до сих пор нет но после склейки остается только отторцевать доску я сразу делаю это в размер без каких-либо припусков выступивший клей я сразу счистил но под струбцинами остались бугорки их можно убрать орбиталкой зерном 80 единиц доска шириной 350 миллиметров не проходит ни в один из моих рейсмусов выходов только 2 строгать плоскости вручную или обработать на станке с чпу поэтому я усаживаюсь за компьютер и пишу управляющую программу плоскость выгнать проще простого а вот гораздо более интересный процесс это изготовление декоративной стороны для подачи здесь я решил сделать расходящиеся круги на воде а в центре будет стоять солонка в виде всплеска если оставить волну как есть то доска будет качаться и чтобы этого не происходило я делаю периметр который обрабатываться не будет ну а теперь наконец-то можно переходить на станок сначала естественно калибровка доски по толщине для выравнивания я вновь использую экспериментальную фрезу vpv она легкая и работает очень чисто в обычной работе я конечно же использую кожух поле удаления и стружкоотсос энкор самый маленький но для съемки видео я готов пойти на жертвы и кожух поле удаления на этот раз ставить не буду станок у меня в работе уже год за это время мы с ним уже сроднились из полуслова понимаем друг друга многие из вас спрашивают как станок показал себя за год эксплуатации и на эту тему наверное лучше всего снять отдельное видео ну а пока что вы можете написать интересующие вас вопросы в обсуждении к этому ролику и в обзоре на станок я эти вопросы обязательно рассмотрю выравнивание плоскости занимает буквально пару-тройку минут после фрезы остаются небольшие полосы но это не ступеньки это завернутые в разные стороны волокна после шлифовки от них не останется и следа далее заготовку нужно перевернуть и приступать к обработке второй стороны для оптимизации процесса можно было обработать только периметр в центральной части все равно будет фрезероваться 3d модель но ради экономии полутора минут мне лень было писать новую программу и поэтому плоскость я выгнал полностью ну а теперь пожалуй самое интересное для фрезерования волн естественно я буду использовать так называемую фрезу спиральную морковку артикул фрезы и ее рабочие параметры вы можете посмотреть если поставите видео на паузу профиль здесь очень плавный и мне очень хочется сэкономить время поэтому фрезу я беру с круглым носом радиус скругления 2 миллиметра это не избавит меня полностью от полос между проходами но зато фрезерование модели займет несколько раз меньше времени к тому же фреза с круглым носом образует ровные галтели по периметру и их легче будет вышлифовывать фрезы для своего станка я покупаю в компании green tools беру я их со скидкой по промо-коду и чтобы у вас тоже была возможность сэкономить промо-код и ссылку на сайт я приведу в описании к видео при фрезеровании щитов для получения более гладкой поверхности лучше использовать растр причем растр должен быть наклонным и наклон растро выбирается исходя из расположения волокон в заготовке фреза должна все время резать материал в пошерстном направлении это напрямую влияет на качество обработки и долговечность фрезы я часто бываю на выставках и у меня сердце кровью обливается когда операторы вроде бы грамотные люди выбирают неправильный наклон растро первое время фреза работает нормально режет очень чистенько но очень скоро она притупляется начинает сжечь материал вибрировать и пищать появляются рваные волокна а частенько доходит и до образования дыма ну и конечно же нужно правильно выбрать режимы резания ориентироваться можно по таблицам или чисто визуально по образующиеся стружки пока станок нарезал волны я невольно ловил себя на мысли сколько времени у меня ушло бы на то чтобы сделать такие волны вручную пожалуй на это у меня ушла бы целая вечность и не факт что я сделал бы все также ровно это как раз тот самый случай когда работу лучше поручить станку не то чтобы я косорукий просто резьба по дереву это не мое и вот когда уже поверхность была полностью готова мне вдруг пришла в голову мысль я ведь масштабировал волны и центральный кружочек у меня получился меньше чем нужно ну что поделать просто забыл правда в этом тоже нет ничего сложного и ситуация решается буквально за несколько минут я поленился переделывать управляющую программу для 3d модели вместо этого я сделал фрезерный шаблон под копировальную втулку сделал его из фанеры толщиной 10 миллиметров ну а шаблон естественно сделал на этом же станке фрезу использовал опять же green tools спиральную 1 заходную шаблон я просто положил сверху на доску и фрезером обогнал по периметру фасонная фреза имеет не совсем тот профиль который мне нужен но с этим тоже легко бороться шлифовка все решит теперь волны можно шлифовать по широким поверхностям я использовал орбитальную шлифмашинку а в самых труднодоступных местах и в углах мне помог мультитул деволт на него и на циркулярную пилу я уже отснял обзор и скоро вы увидите его у меня на канале безручной шлифовки конечно же тоже не обошлось я использовал наждачную бумагу зерном 180 грит и мягкие абразивные бруски ну а финишную шлифовку сделал абразивной системой dtr лепестковый круг очень хорошо обходит все неровности и конечно же механизированная шлифовка гораздо легче и проще ручной ну а теперь пожалуй самое интересное на доске я решил сделать логотип канала александра и сделать его конечно же нужно в расово верных цветах сиреневый и желтый поэтому я соответственно подобрал амарант и скумпию я не стал связываться с марки 3 изготовленным вручную буквы мелкие и у меня просто может не хватить терпения начал я с изготовления надписи ее нужно сделать в зеркальном отображении потому что она будет вклеиваться в основу в данном случае нельзя использовать торцевые вставки да с ними работать намного проще но направление волокон в основной доске и во вставке должно быть одинаковым иначе при изменениях влажности могут появиться щели по периметру или вставку может просто выдавить здесь я использовал комплектную гравировальную фрезу с углом 22 градуса и диаметром у кончика 0,1 миллиметра фрезеровал я по плоскости материала и это довольно сложно не всякий материал позволяет это сделать амарант очень плотный и не скалывается пока станок пилит я заготавливаю материал для основы для нее я выбрал скумпию она имеет ярко лимонно-желтый цвет скумпии это очень красивый материал но очень коварный она очень хрупкая и легко скалывается вдоль волокон готовую вставку я отпиливаю на ленточной пиле но оставляю небольшую основу чтобы буквы не вывалились и теперь вставку пока что откладываю в сторону самое проблематичное место в надписи это буква и у меня были подозрения что они сколятся и так и произошло в первый раз мне пришлось подкорректировать управляющую программу и уменьшить глубину фрезерования второй экземпляр уже получился практически идеальным заготовку я не снимаю потому что мне предстоит сразу про фрезеровать и контур но вставку из амаранта я решил вклеить сразу вставку я вклеивал естественно на тот самый клей клей я наношу с избытком хорошенько придавливаю и устанавливаю гравитационную струбцину через три часа я убедился что вставка вклеилась нормально и можно обрабатывать периметр с вклейкой вставки я наверное поторопился но я очень переживал что при отпиливании скумпии она может раскрошиться периметр я фрезеровал прямой пазовой фрезой диаметром 1,2 миллиметра эта фреза которая шла в комплекте со станком ну а теперь наконец-то деталь из скумпии со вклеенной вставкой можно отпилить от бруска запас по периметру не обязательно обрезать легкая шлифовка задней поверхности полностью убирает свесы нужно следить лишь за тем чтобы сохранялась общая толщина к счастью скумпия не развалилась и теперь можно переходить к фрезерованию выемки в доске фрезу менять я не стал ширину захода сделал сто процентов и после фрезерования на донышке образовалась куча завернутых волокон но они очень легко соскабливаются скальпелем логотип я вклеил сделанную выемку и дождался высыхания клея но это еще не все нужно еще декоративная окантовка и для ее вклейки я еще раз запускают ту же самую программу по которой фрезеровал периметр ширина паза 1,2 миллиметра и и как раз хватает для того чтобы вклеить туда два слоя шпона порывшись своих закромах я нашел шпон амаранта и какую-то неопознанную белую древесину шпон я режу при помощи жилка реза это два бруска скрепленные между собой между которыми находится лезвие от амаранта я отрезал узенькую полосочку и наклеил ее на кромку белого шпона после высыхания из полученного бутерброда уже можно нарезать жилку для окантовки фреза оставляет полукруглые внутренние углы их нужно обязательно подрезать ну а дальше кропотливая работа по подгонке элементов периметра каждый кусочек я нарезаю и заусовываю отдельно и сразу вклеиваю на место на то чтобы нарезать жилки и вклеить их по периметру у меня ушло около получаса теперь можно выждать где-то минут 15-20 и сразу зашлифовать поверхность доска получилась очень массивная а ее предстоит еще переворачивать и для удобства на торцах нужно сделать выемки под пальцы делать это лучше всего на фрезерном столе с ограничителями и здесь подойдет любая полусферическая фреза завершающий этап работы это покрытие воском я использую воск борма поначалу воск имеет небольшой запах но вскоре запах улетучивается через сутки покрытие воском нужно будет повторить и полировать фетром под воском древесина становится перламутровой и очень яркой но от логотипа вообще глаз не оторвать бормовский воск отлично подходит для покрытия досок хотя как вариант можно покрыть доску и вазелиновым маслом но к сожалению она не даст блеска и потребует очень частого обновления а изюминкой в этом проекте будет солонка заготовку для нее я точил на токарном станке это рекорд пауэр коронет херальт работаю я на нем уже около полугода и недавно делал на него обзор ссылка будет в описании деталь я сначала протачивал в центрах для того чтобы сделать шейку подкрепление в патроне и уже после точил форму очень похожую на колокольчик остается только превратить колокольчик во всплеск для этого при помощи бормашины профиль я нарезаю небольшие лепестки а борфрезы использую карбид вольфрамные это кузал я их купил буквально пару недель назад но брал для другого проекта это борфрезы для грубой обработки и конечно же мне не обойтись безручной шлифовки солонку я также покрывал воском борма и она очень гармонично смотрится на волнах доски ну а если вдруг вместо соли понадобится соус то у меня есть запасной вариант это керамическая солонка но в нее можно положить и горчичку вот на этом пожалуй сегодняшний мастер-класс и закончен и такую доску не стыдно будет подарить другу ну а на этом на сегодня все не забывайте оценивать это видео делиться им с друзьями и подписываться на канал кто этого еще не сделал а я с вами ненадолго прощаюсь и желаю вам всего самого доброго до новых встреч мастер-класс и Субтитры создавал DimaTorzok